Видеть всех на своих местах. И хочу, чтобы... Желаю нам всем, чтобы в следующий раз, когда я буду выступать в этом замечательном зале, чтобы вы все были на своих местах. Без палочек желательно. Но не забывайте, что в 9 шоу у вас таблетки сегодня. И, во-первых, большое спасибо хозяйке этого дома, Лизе, за то, что она нам позволила такой вечер провести. И, конечно же, Леониду, который... Ну, это человек полон энтузиазма и жизнелюбия. И я считаю, что вот на таких людях держится вообще наша жизнь. И я очень благодарен вам за это. Спасибо. Значит, сегодня презентация... Одна из презентаций вот этой моей новой книги. Это третья книжка. Моя называется «На берега». Здесь фотография Кинерата. На этом Кинерате я провел свои 25 лет, которые я прожил в Израиле. Я работаю на Кинерате. Работаю учителем морского дела и тренером. И здесь есть выдержка. Ну, с чего бы я хотел начать? Занимаюсь я своим творчеством. Вообще, издание книжек за свой счет это называется «Числав издат». Потому что каждый, кто пишет, а пишут у нас больше, чем читают. И я этим делом занимаюсь, вот если мне сейчас 63-й, где-то уже полжизни, я этим делом занимаюсь. Пишу стихи, играю на гитаре. И первая моя публикация, вот здесь есть, в этой книжке, она в 19 лет у меня была в газете «Защитник Родины». Я тогда, я один год отслужил в спортроте, как будто спортсменом, а потом меня выгнали, я подрался там. И попал в обычную часть. И меня услышали там, и перевели в музвод. Ну, и вот в 19 лет в нашем музводе, значит, я послал в газету «Защитник Родины». И вдруг среди полковников и майоров, которые напечатали рядового Мирошенского. И я за это дело получил 16 рублей, гонорар. И, конечно, накрыл поляну своим сослуживцам, у нас было 9 человек в музводе. И потом мне дали отпуск за песню, я уехал домой. А они поняли, что на этом деле можно зарабатывать. Взяли еще из моей тетрадки, еще стихи и послали в эту же газету. И сидят, потеряют руки, думают, ну, сейчас гонорары посыпятся, и мы будем гулять. Ну, так, больше ничего не напечатали. Но в моей жизни есть вот такое искротворение «Пиши чаще». Это песня была, за которую я получил отпуск. 19 лет, первая публикация. С тех пор было многое напубликовано, но вот это самое дорогое искротворение. Ну, для разгона, в общем-то, да, в этой книжке есть участники этой книги, мои соавторы. Это вот Таня Житникова, она написала ноты к некоторым моим песням. Это художники замечательные, это Саша Вайсман, Ялов. Замечательная там есть работа из глины, и не из глины, а из пластилина. Такая есть Доротея Литвак, она вылепила, вот у меня есть такая песня, еврейская цыганочка. Так она вылепила из пластилина все фигуры, которые стоят с ложками и с вилками, а я впереди на гитаре стою, сижу и пою. Хорошо слышно вообще или нет? Или глухо? А то вообще можно без миграфона? Может быть, будете? Лучше? И я благодарен этим людям. Еще вступительное слово к этой книжке написал Ефрем Баух. Вы, наверное, его знаете. Он представитель всех союзов писателей Израиля. Правда, сейчас он уже не работает, ему уже 80 с чем-то лет, но он написал к моим книгам премисловие. И тоже очень лестное, и поэтому мне приходится как-то доказывать, может быть, что это так. Поэтому мой Тщеслав издак имеет под собой какое-то прошлое, и вам судить, в общем-то, в конце вечера, насколько этот Тщеслав издак, или, может быть, что-то тут вы найдете, как же для себя. Ну, я начну так, несколько стихотворений прочту для начала. Кстати, здесь сидит товарищ Анатолий, который попросил меня прочитать стихотворения, посвященные моей маме. Я с удовольствием это сделаю. Она сюда ходила в последние годы, и вот последние полдня, она приходила на полдня сюда, и последние вот полдня она провела здесь, пришла домой, позвонила, сказала, да нет, я не могу набрать телефон. Короче, последние полдня она провела здесь. Приходишь к истинным суровым, через напасти, почувствовать себя здоровым. Какое счастье! Характером своим железным во все вникая, ты понимаешь, быть полезным судьба какая. Но по условиям задачи одно решает, еще немножечко удачи не помешает. И если за тобой у школы и педагоги, судьбы, исполненная соло, звучит в итоге. Стихотворение, которое я хотел бы сейчас прочитать, оно посвящено дружбе нашей человеческой, насколько это важно, и насколько это важно в нашей миграции, тем более. В такую ночь, когда на сердце вьюга и все дороги к дому завело, пусть светятся надеждой окна друга, давая право сердцу на тепло. Я постучал в окно, никто не слышит. Я позвонил, откройте, к вам звонят, но за навеску чья-то тень колышет, подглядывая в щелку на меня. Взметнулась вещь и пьянка,